Тимур, привет! Как твое настроение? Здравствуйте! Настроение отличное, как у вас? Спасибо, мы очень рады, что ты сегодня пришел к нам в гости. Расскажи, пожалуйста, с какой целью открыт республиканский фронт-офис волонтеров? Главная цель данного проектного офиса, фронт-офиса волонтеров, заключается в том, что он будет координировать все проекты волонтеров по всему Казахстану. Также в этом фронт-офисе будет располагаться координационный центр «Каз-волонтер». Это такой портал, волонтерский портал. Он создан Министерством образования и науки Республики Казахстан совместно с национальной волонтерской сетью. Мы знаем, что сейчас говорят, волонтерские кредиты за работу. 30 кредитов, 50 кредитов, 20 кредитов. Благодаря этому порталу нужно пройти регистрацию и можно зарегистрироваться как официально волонтер. Эта услуга доступна для всех студентов, высших учебных заведений и, скорее всего, уже колледжей, потому что это вопрос был под вопросом и сейчас он прорабатывается. В целом, чем занимаются волонтеры? Волонтерство – это призвание. Наш президент Касанджи Маркемелевич сказал то, что это состояние души. Волонтеры помогают нуждающимся, помогают людям, организовывают мероприятия. На самом деле волонтерство – это очень мощная сила, благодаря которой возможно избежать некоторые катастрофы благодаря усилиям волонтеров. Насколько масштабно данное событие? Открытие фронтов? Да. Это масштабное событие, потому что его открывал наш президент с участием первых лиц Казахстана, с участием министров Казахстана. Был и министр образования, и министр здравоохранения, и другие первые лица. И также по прямой связи были все регионы и города республики. Они наблюдали в режиме онлайн за словами нашего президента, и даже задавали вопросы. Поэтому событие действительно масштабное, у него такой масштабный характер. Оно проходило в Нур-Султане, ты отправился туда один, либо же с командой? Да, оно проходило в Нур-Султане. Я отправился, как и 40 с лишним человек, с командой, с делегацией города Шенкент. В эту делегацию входят лидеры волонтерских движений города, общественных организаций, работники молодежного ресурсного центра. Вот вместе с ними мы и ездили на этот форум. Сколько дней длилось данное мероприятие? Мероприятие длилось два дня. Первый день, это, как я уже сказал, встреча с президентом была, встреча с первыми лицами, мастер-классы от них же. Это каждое министерство, к примеру, министерство образования, они проводили мастер-класс по всем волнующим вопросам волонтеров. Можно было задать любой вопрос и получить на него свой ответ, который я ждал. Второй день был в основном, это уже работа по секциям. Мы знаем, что есть семь направлений волонтерства, это БЛЭМ, это ТАЗА, АЛЭМ. Они все разделены и по данным секциям проводились уже отдельные мастер-классы для волонтеров. Ты удостоился чести сделать фотографию с нашим президентом. Поделись впечатлениями, расскажи, какое. Да, я удостоился чести, это для меня гордость. Всего из города Шимкент на встречу с президентом было делегировано 10 человек, так как остальные приняли участие только в основной части, в мастер-классах, в тренингах, в других собраниях. А мне вот такая вот честь удостоилась, да. Это незабываемо, это для меня гордость, то, что я стоял с президентом, то, что у меня есть фотография с ним, это незабываемо. Что он вам пожелал? Он пожелал нам удачи и смотреть только вперед, находить тот оптимизм, который обязательно нужен каждому волонтеру. Как ты думаешь, волонтерство на сегодняшний день, оно популярно, либо же только набирает обороты? Волонтерство в целом в Казахстане только-только, я считаю, набирает обороты. Раньше это было. Старшие товарищи, друзья, коллеги рассказывают, что они были в свои годы волонтерами, и это никак не поощрялось со стороны государства. Сейчас государство уделяет особое внимание этому движению, как волонтерство. Сейчас есть мотивация для каждого волонтера. То есть он не просто будет работать, он будет получать форму, он будет, бесплатный обед обязательно у него будет. Если это какое-то мероприятие, должны предоставлять обед. Как же я ранее сказал, о кредитах можно будет заплатить за учебу или получать добавки к стипендию. Это очень, я считаю, нужно для волонтеров. Поэтому это сейчас только-только начинает брать обороты свои в Казахстане, но уже выходит на новый уровень волонтерства в целом в Казахстане. Здорово. Шимкент – культурная столица СНГ. Наверняка помощь волонтеров, она необходима. Прокомментирую ваши действия, вашу поддержку данному событию. Да, в Шимкент удостоилась такая высокая честь быть культурной столицей СНГ. Это несколько стран, это и Россия, и Азербайджан, и другие страны, которые приедут к нам в Шимкент. Запланировано более 33 международных мероприятий. Ну и, конечно же, не обойтись без помощи волонтеров. Сейчас пригласили специально, Акимат города Шимкент пригласил консультанта Айсулу Егерниазову, председатель Лиги волонтеров Казахстана. Она сейчас консультирует, дает мастер-классы, обучает, отбирает нужных кандидатов для событий. Мы знаем то, что открытие культурной столицы СНГ будет проходить на стадионе имени Каджимухана. И на это мероприятие около 16 тысяч человек будет участвовать в этом мероприятии. Естественно, нужна помощь волонтеров. Сейчас мы это проходим, мы это сейчас учимся. Что нужно, как правильно работать, проходим практику, так сказать. А Тимур, вот лично ты, какую пользу можешь привнести в волонтерское движение от себя? От себя в волонтерское движение я считаю то, что каждый труд каждого волонтера это маленькая скрупулезная, скрупулезный труд, который делает большую истину, так сказать. Вот я, мои коллеги, друзья, все мы работаем на единый результат, чтобы была обязательно какая-то помощь была обществу. Я считаю то, что, возможно, я там не переверну мир своей деятельностью, но хоть какую-то помощь предоставлю обществу. Ну ведь ты же подаешь пример, ты ведешь активно свою страничку в Инстаграме. И есть ли последователи твоего дела, кто хочет тоже стать волонтером, принимать в этом участие? Да, мне за последнее время очень много сообщений поступило в Директ, в этом же Инстаграме. Все спрашивают, как стать волонтером, что нужно для этого сделать, каким человеком нужно быть, какие качества должны быть у этого человека. Я отвечаю то, что волонтерство живет в каждом из нас. Все мы с вами волонтеры. Потому что рано или поздно мы делаем, помогаем друг другу, бескорыстно причем. И профессионально заниматься, да, это призвание волонтерское. Вот буквально вчера мне написала девушка, она написала то, что я хочу стать волонтером. Можете ли дать вы свои советы, как мне начать эту деятельность? Я хочу помогать обществу, я открыто, я готова к этому. Ну, я дал несколько советов, посоветовал обратиться в Модежный ресурсный центр, чтобы они обучили ее, обучили навыкам именно волонтерства. Потому что волонтерство – это огромнейшая наука, можно сказать. Потому что в ней заключаются и основы права, и основы, что нужно делать при чрезвычайных ситуациях, как оказать помощь – это все должны мы знать. А кто в первую очередь нуждается в волонтерской поддержке, как ты считаешь? Естественно, в волонтерской поддержке нуждаются пожилые люди, многодетные семьи, так сказать, социально уязвимые свои населения. Они первостепенно нуждаются в волонтерской помощи. А есть ли у вас желающие волонтеры, которые хотят помогать, допустим, бездомным животным? Да, как я уже сказал, есть несколько направлений в волонтерстве. Одно из поднаправлений, поднаправлений, не направлений, а поднаправлений является помощь животным. И у нас в городе есть очень мощная сеть волонтеров – это «Помоги животным», если вы следите за Инстаграмом. Они тоже работают, очень хорошо работают, помогают животным. Сейчас даже президент Токаев отметил в своей речи письмо Бриджит Бардо. Она написала ему, что в Казахстане в целом не хватает поддержки именно для помощи бездомным животным. И Токаев пообещал обратить на это особое внимание. Здорово. Ну, будем надеяться, что появятся у нас законы, которые действительно будут работать в благо животных. Тимур, огромное тебе спасибо за такую интересную беседу. Обязательно прочти новый выпуск газеты «Рабат». Будь в курсе всех последних событий. И твои пожелания нашим телезрителям. Спасибо большое. Моё пожелание телезрителям – постоянно смотрите телекомпанию «Утрар». Телеканал «Утрар» – это всё о самом главном. Ещё раз тебе спасибо. Успешного дня и всего доброго. Спасибо большое. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»